Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова. Финансовых нарушений на 10 миллионов рублей Государственный контрольный комитет Республики завершил проверку администрации Чурбодинского района. Ее итоги озвучивали в присутствии главы Удмуртии Александра Соловьева. Инициатором проверки стал новый депутатский корпус муниципального образования. Райсовет обратился с просьбой проверить соблюдение требований законодательства при формировании и исполнении бюджета. Итоги проверки подтвердили опасения. Наибольшее количество нарушений допущено в сфере управления муниципальным имуществом. Ну как вот можно имущество отдавать и при всем при этом не формировать план дохода от использования муниципального имущества? Коллеги, так не пойдет. Поставили задачу, выводить надо район. Район неплохой, люди ждут перемен от вновь избранного депутатского корпуса, ждут перемен от нового административного корпуса, от главы района. Спать не будем. На встрече договорились. Через 9 месяцев контрольный комитет проведет новую проверку. За это время администрация района должна исправить ситуацию. Если нет, последуют кадровые решения. Новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья открываются в Глазове. Здесь при одном из предприятий заработал новый цех. На этом участке наладили производство компонентов для Ижевского автозавода. В частности, будут производить аккумуляторно-стартерные жгуты. Уже в начале следующего года здесь планируют выйти на проектную мощность и выпускать до 7 тысяч таких автокомпонентов. Для нас это достаточно большой шаг, потому что осваивали оборудование, обучали людей, готовили на стадии изготовления образцов, на предсерийной подготовке. Сейчас здесь будет от 15 до 25 человек уже на стартовом этапе работать. Дальше будем планировать увеличить объемы, подключать, может быть, дополнительные какие-то еще новые жгуты. Сейчас на предприятии работает порядка 150 человек, причем половина из них имеет определенную группу инвалидности. Новый цех позволит дополнительно трудоустоить еще несколько десятков работников. В деревне Мариважай, это Граховский район, появился газ. Этого события здесь ждали 12 лет. Магистраль до деревни провели давно, но вот решить проблему со строительством сетей внутри самой деревни никак не могли. Как изменилась жизнь мариважайцев и о чем теперь мечтают в деревне, расскажет Светлана Буланова. Так, давайте, дорогие гости, айдайте столу. Чай будем пить, который на газе быстро газ нам скипятил. А то раньше приходилось ждать самовар, там дымит, угля готовить надо. У Анастасии Степановны Морозовой большая радость. Даже достала из сундуков прабабушкину манесту и мамино самотканное платье «Национальное Марийское». Накрыла стол и созвала родственников. Канун Нового года в дом пришло долгожданное голубое топливо. Без газа, говорит, приходилось мочиться, заготавливать дрова и по всей округе искать баллоны с газом для плиты. Года два или три, или уж вообще из района не привозят баллоны, газ в баллонах. И мы где могли, кто в Татарстане достает, кто, в общем, кто откуда, всякое вот бывало. Всё, в баллоне кончился опять, не знаю, всё, как готовить, на чаю живёшь, ладно, мне и чай, ладно, а как семья, так им надо готовить. Подключение обошлось Анастасии Степановне в 100 тысяч рублей, но печь хозяйка решила оставить. Без неё марийские кушани не приготовить. Газ до деревни провели ещё 12 лет. Но подключиться тогда смогли лишь жители одной улицы. Только в этом году в Мари-Важае проложили 5 километров распределительных сетей. Помогла республика. Сумма, которая была выдана республикой, 5,5 миллионов рублей. С газификацией данного населённого пункта у нас получится, что район уже подходит свыше 90% охвата домовладений по нашему району. Морозы моревожайцы не испугались. С этой деревней собрались на торжественный запуск газа. 20 семей намерены к Новому году газифицировать свои дома. Без топлива не останутся и новосёлы. Рассчитаны уже на перспективу, где даже только выделены земельные участки. На пустырях проведён газ. Труба уже лежит, короче говоря, коммуникации положены. Уже можно строиться и подцепляться. Мы сейчас закладываем фундамент под новый дом, поэтому только начнём весной проводить газ. Но всё основное, уже все работы по деревне сделаны, это очень хорошо. Это уже меньше затрат. Сейчас в моревожае проживает 400 семей. Много молодёжи. И теперь, когда появился газ из деревни, говорят, вряд ли кто уедет. Светлана Буланова, Руслан Уриахметов, телеканал «Моя Удмуртия». Азбутовики поблагодарили ижевчан за пунктуальность. Большинство горожан за тепло, воду, свет платят исправно. Тем более, что сделать это можно, не выходя из дома через интернет. Специально для тех, кто проводит платежи через личные кабинеты, провели акцию. Победители ждали подарки. Все подробности у наших журналистов. К новогодним акциям энергосбыта жители Удмуртии уже привыкли. В компании традиционно в конце года поощряют добросовестных плательщиков за коммунальные услуги. А вот тех, кто платит по электронным квитанциям через интернет, награждают впервые. С 1 августа клиенты, которые зарегистрированы в личном кабинете и подписаны на электронную квитанцию, должны были произвести два раза, два месяца, неважно подряд или нет, оплату за полученные услуги. В этом случае они становились участниками акции. В компании признают продвинутых плательщиков, желающих заплатить за тепло, горячую воду или электроэнергию онлайн, с каждым годом становится больше. Сегодня свыше 100 тысяч жителей республики имеют на сайте энергосбыт плюс свой личный кабинет. Почти две тысячи из них приняли участие в акции. Компьютер отобрал 15 победителей со всей республики. Спасибо большое за активное участие в акции. Пользуйтесь, я думаю, что вы будете довольны. Лариса Буркова – инженер-конструктор. Постоянно занята на работе. Сервисом личного кабинета пользуется с 2015-го и очень довольна. Экономится уйма времени. Условия участия в акции оказались просты. Оплатила и забыла. Но недавно позвонили сотрудники энергосбыта и поздравили с победой. Я, конечно, не поверила. Думала, что это розыгрыш какой-то очередной. Я говорю, такого быть не может. Я вообще ничего в жизни не выигрывала. Нет, мы вас поздравляем. Вы выиграли смартфон. Очень приятно. Тем более в канун Нового года. Но, как говорится, чудеса случаются на свете. Теперь платить за коммунальные платежи можно не только по компьютеру, но и по новенькому смартфону. Мобильная версия личного кабинета тоже разработана в компании. Все преимущества электронных платежей налицо. Не надо никуда ходить. Вы из дома прямо видите состояние своего счета. Видите, сколько вам начислено. Вы видите, какие оплаты у вас проведены. Показания, которые приняты к учету. Вы их можете передать и проконтролировать, что они точно были приняты к учету и по ним произведен расчет. В компании уверены, количество тех, кто экономит личное время с помощью энергосбыт плюс, будет еще больше. Елена Гаримулина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии могут появиться специальные оперативные группы для борьбы с браконьерами. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Соловьев, комментируя поручения президента страны. Такие группы уже существовали в Удмуртии 30 лет назад. Необходимость в них есть и сейчас. Ежегодно браконьеры наносят ущерб на сумму до 15 миллионов рублей. Первый отряд может появиться в республике уже в начале следующего года. Я считаю, что мы будем создавать. Мы примерно прикинули, чтобы мобильную группу создать из трех человек. Это примерно нужно будет с учетом заработка на плате всего миллиона рублей. Первые три человека мы сейчас будем изыскивать, создавать такую группу мобильную. Ну а дальше посмотрим. Средства, пояснил глава, потребуются и на закупку техники, чтобы обеспечить мобильность группы. Это позволит не только фиксировать нарушения, но и быстрее находить самих нарушителей и привлекать их к ответственности. Так недавно егери могли выявить группу браконьеров, на поиски которой ушло два года. К другим темам в столице республики началась операция «Автобус». В течение ближайших дней дорожные инспекторы проверят весь общественный транспорт. Цель – выявить нарушения, которые могут стать причиной аварий. Особое внимание к тем, кто за рулем. В прошлые подобные рейды инспекторы уже вылавливали водителей, которые выходили в рейс в нетрезвом состоянии. Были случаи, когда пассажирским транспортом управляли люди, не имеющие или лишенные водительских прав. В республике, несмотря на морозы и метели, стартовали легендарные всероссийские состязания «Ижевская винтовка». Накануне прошла мужская эстафетная гонка, точнее всех оказалась команда из Ханты-Мантийска. Наши спортсмены проиграли победителям три минуты, заняв в итоге седьмое место. Напомню, «Ижевская винтовка» – это спортивная визитная карточка Удмуртии. Состязания проходят уже в 47-й раз, сейчас они имеют статус чемпионата и Кубка России. Кстати, на «Ижевскую винтовку» поклонники биатлона смогут добраться на бесплатном автобусе от торгового центра «Малахит». Он будет курсировать в дни соревнований 23 и 25 декабря с получасовым интервалом. В эту пятницу пройдут первые индивидуальные гонки. И у меня на этом все. До встречи.